Никто не спрашивал нас, хотим ли мы родиться. Просто однажды мы осознали, что живем. Однажды мы поняли, что я отличается от ты или от они. Это был такой же день, как и все, но для нашей жизни он имел особое значение. Мы погрузились в загадочный мир личности и индивидуальности. Жизнь – это не только загадка, которую трудно решить. Это также опыт, в котором смешивается боль и радость. Все в одном стакане – смесь, которую порой бывает трудно проглотить. Никто не сказал нам, зачем мы пришли в этот мир. На каждом шагу нам приходится самостоятельно выяснять смысл нашего существования. Животные, рыбы и насекомые не знают, для чего рождаются. Они не задаются подобными вопросами. Они просто руководствуются инстинктами, которые не требуют участия в воле. Это прекрасное создание, но они лишены возможности выбирать, как прожить свою жизнь. Они повинуются генетически заложенной программе и не могут выйти за ее рамки. Мы – другие. Мы ищем смысла. Каждый человек хочет понимать, для чего он живет, так как именно смысл жизни дает нам силы преодолевать сложности жизни. Австрийский психиатр Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» рассказывает, что ему, как еврею, пришлось пережить в нацистском концлагере. И он говорит о людях, которые решили быть счастливыми даже в тех ужасных условиях. Те, у которых была цель, кому было ради чего жить, ради чего дышать каждый день, смогли выжить. И у них были моменты счастья и удовлетворения. Но в чем тогда смысл жизни? Библия дает однозначный и универсальный ответ для каждого человека. Но люди упорно отвергают его и пытаются найти свой смысл жизни. Это как в истории про доктора Чуна. Один человек спрашивает другого, «Ты не мог бы мне порекомендовать хорошего врача?» «Есть такой доктор, доктор Чун. Он спас мне жизнь». Как это произошло? Понимаешь, у меня была серьезная болячка. Я пошел к доктору Чину и выпил его лекарство, и мне стало еще хуже. Поэтому мне пришлось пойти к доктору Чану. Я выпил его лекарство и почувствовал, что я умираю. И тогда я пошел к доктору Чуну, а его не оказалось дома. Так и люди в этом мире идут от одного врача к другому. Только найдут смысл жизни в детях, как те вырастают либо погибают. Только обретут его в успехе, как уже пора сходить с пьедестала. Только заработают деньги, как их надо тратить на потерянное здоровье. Писатель Жан-Поль Сартер был атеистом. И его нападки на христианство весьма язвительны. Но даже он бы вынужден признать, у человека в душе есть дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее, как может. Представьте себе пазл. Ты собрал большое полотно, и тебе надо поставить одну деталь, но она не подходит. Так происходит тогда, когда мы пытаемся на место Бога поставить человека, квартиру или карьеру. Человека в таком случае ждет лишь разочарование. Много веков назад Августин Блаженный сказал, ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в тебе. Мы приходим в этот мир изначально с целью воссоединиться с нашим Творцом, позволить ему занять место в нашем сердце, и тогда нам открывается вечный мир. Тогда мы обретаем Царство Небесное. Приглашаю вас сегодня обрести смысл жизни в Боге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова